Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. С вами снова Умм Малик и мы продолжаем с вами рубрику Мое имя на арабском. Делитесь этим видео, подписывайтесь, ставьте лайки и пишите в комментариях те имена, которые вы хотите увидеть в этой рубрике в последующих видео. Итак, мы начинаем. Сегодня у нас будут, иншаллах, два имени. Первое имя это Наргиз и его вариации, то есть Наргиза и еще какие-то подобные этим имена и вариации и также имя Хадиджи. Интересно, что имя Наргиз или Наргиза, да, оно есть даже в русском в таком варианте в двух таких вариациях, то есть Наргиз или Наргиза. Сначала мы поговорим о этих двух именах. Во-первых, возьмем основу, да, у нас есть здесь основные буквы и важно заметить, что по сути это и есть арабское имя, но в арабском языке оно звучит немножко по-другому. Оно будет звучать как Наргиз, то есть в литературном арабском языке буквы Г нету, но она есть в некоторых диалектах. В частности, в египетском диалекте вместо буквы Джим говорят буквы Г, поэтому не скажут вместо Джамиль Гамиль и тому подобное. Возможно, если вы были в Египте и общались с арабами-египтянами, то вы заметили эту их особенность. Поэтому чаще для того, чтобы на письме изобразить иностранную букву Г, которая не является литературной для арабского языка, именно ее заменяет буквой Джим. Поэтому в основе, можно сказать, эквивалент буквы Г на письме мы будем брать букву Джим. Но в арабском языке есть такое слово Наргиз и это название цветка. Я думаю, вы догадались, что это за цветок. Интересно, так ли это, пишите ваши предположения под этим видео. Итак, в арабском языке еще одна особенность, что там не будет долгого. То есть арабы не скажут Наргиз, да, они скажут Наргиз, то есть это будет короткая буква. И начнем написание. Возьмем первое написание, это арабского эквивалента этого имени Наргиз. Итак, пишем букву Нун. Буква Нун начинается сверху. Мы доводим до строчки. Это невысокая буква. И пишем точечку сверху и фатху, да, которая говорит о том, что у нас буква Н. Н. Буква Ра начинается с того места, где у нас заканчивается буква Нун и опускается ниже строчки. Буква Ра опускается ниже строчки. Дальше мы начинаем написание буквы Джим, про которую мы уже говорили, да, и которая нам будет помогать впоследствии изображать на письме букву Г. Итак, буква Джим. Мы пишем такую немножко волнообразную букву, да, начинаем уже не справа влево, да, а как будто начинаем чуть-чуть слева, возвращаемся направо и опять же справа налево. Обязательно точка снизу. И Касра, да, помним, что у нас Касра, то есть наклонная маленькая линия под буквой говорит о том, что после этой согласной буквы идет короткий И. Итак, у нас получилось уже Наруди. И далее нам нужно звук З. Пишем так же, как и Ра, только точка сверху. Это будет у нас буква З. Итак, у нас получилось Нарудиз. Нарудиз. Можно сделать ее такой более арабо-русский вариант, да, Наргиза, как бы такой, и просто добавить в конце Алиф, как мы делаем, да, в иностранных именах. Хотя, как я вам уже сказала, в арабском языке эта основа вроде как и есть. Если мы будем более приближаться к тому звучанию, которое нам необходимо, и модифицируем уже арабский вариант, то нам нужно сказать, да, Наргиз, Наргиз, то есть мы после вот этой Г, Г, Дж, да, мы поставим еще долгий. Итак, опять же, Нун с Фатхой, Ра с Сукуном без гласного, Джим, то же самое. И здесь после Джим и короткого И мы добавим еще Я с двумя точками снизу, да, что будет нам давать вместе долгий И. Нарги, и в конце З с точкой сверху. Наргиз, да, Наргиз или Наргиз, если мы на мотив египетский это скажем, тогда будет Наргиз. Но у нас есть вариации Наргиз или Наргиза, да, и тогда мы просто в конце добавим еще А. И получается Наргиза, Наргиза, да, Наргиза. Вот вам и те варианты, которые у нас выходят. Я думаю, более точнее, чтобы это совпадало с тем, как ваше имя звучит в русскоязычном варианте, да, это вот эти два последние Наргиз, который Наргиз или Наргиза с алифом в конце, но с долгими. Если вы хотите просто арабский эквивалент, да, тогда первые варианты выбирайте. Итак, еще одно имя я хотела упомянуть сегодня. Это имя Хадиджа. Хадиджа – это арабское имя, это имя первой жены пророка, саллиллаху алейхи ва салям, Хадиджа – первый, кто уверовал, да, и женщин. И, конечно же, рады Аллаху алейхи, Хадиджа – это очень распространенное имя в арабском мире и вообще между мусульман, да, очень распространенное имя, одно из таких имен, которые, ну, наверное, точно все слышали. В арабском языке написание этого имени начинается с буквы Ха. Ха пишется, как у нас было в предыдущем имени Джим, только с точкой сверху, да, то есть такая, как слева направо начинаем небольшую волну вести и потом возвращаем ее справа налево на строчку. Точка сверху обязательно, что дает букве такой твердость чуть-чуть, Ха, Ха, да, потому что без точки это будет Ха просто. Ха, да, Хадиджа нет. Ха, Хадиджа. Точка и Фатха сверху, что дает нам гласный короткий Ха. Далее буква Даль. Буква Даль – это одна из шести букв, которая не соединяется с предыдущей, как и Алиф, и Ра, и Зай, когда мы видели в предыдущих именах. Итак, буква Даль, она невысокая, опять же, полностью находится на строчке. И у нас Касра снизу дает букву короткую И, но у нас здесь не короткая, а долгая, поэтому ее подкрепить нужно буквой Я с двумя точками снизу, что помогает нам протянуть эту букву. Итак, сейчас у нас выходит Ха, Ди, и возвращаемся к букве Дим. Буква Дим пишется, как и первая буква Ха, только с точкой уже снизу. Там мы пишем также такую волнистую, возвращаем точку снизу. И у нас Дя с Фатхой – Хадидя, да, то есть Хадидя. Часто в русском языке мы так и слышим Хадидя, и все, да, то есть Дим, и в разговорном вот эта последняя буква, она съедается, да, то есть мы ее не слышим. И мы думаем, что там ничего нету. Но в арабском варианте и много арабских имен женских, они заканчиваются на Тамарбуту, который имеет горловой звук, да, в нижнее горло, и дает такой звук Гэ. То есть если мы точно скажем это имя при остановке, это будет Хадидя, Хадидя. Да, ну часто вот этот такой горловой звук, он в быстрой речи не прослушивается, поэтому все думают, что это просто Хадидя, как будто там ничего нету, на самом деле там есть. Там Арбута пишется как такой флажок, да, с двумя точками сверху. Иногда эти точки бывают, упускают, потому что при остановке как раз отсутствие точек дает вот этот звук Гэ. Но при продолжении, если мы это имя будем читать дальше, то мы можем сказать Хадидя Ту, то есть оно будет даже иметь звук Т, да, поэтому некоторые такие имена есть, женские, да, и мы знаем на Кавказе, как, например, Хадиджат говорят, да, или там в таком плане, то есть произносят эту букву Ту даже. Это один из вариаций. Итак, мы сегодня с вами познакомились с этими двумя именами. Опять же, пишите, что они означают под видео. Жду ваши предложения в комментариях, какое имя разобрать в следующем видео. Делитесь этим видео, подписывайтесь, ставьте лайки. Ас-саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату.